Напомним, что два года назад, в ноябре 2017 года, Верховным судом по ходатайству генерального прокурора была изменена территориальная подсудность уголовного дела в отношении Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва и Андрея Лушникова. Ожидалось, что дело будет рассмотрено в районном суде города Владивостока по месту совершения деяния. Однако дело было передано в Тверской суд Москвы. 9 апреля 2019 года был вынесен приговор. Пушкарёву назначили 15 лет лишения свободы, Лушникову 10, Андрею Пушкарёву, инвалиду первой группы, 8 лет лишения свободы условно. Всем назначен также максимальный штраф в 500 миллионов рублей. Защитники называют это самым суровым приговором по данной категории дел за последние годы и подчеркивают, что в отличие от многих осуждённых за получение взяток, экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв не присвоил ни копейки чужих денег, а все вменяемые ему взятки являются доходом от созданного им бизнеса и бизнеса, принадлежащего его семье. Не дожидаясь решения апелляционной инстанции, Генеральная прокуратура обратилась с иском о взыскании с ответчиков 3 миллиардов 200 миллионов рублей. При этом Генеральная прокуратура вновь выразила недоверие судьям Приморского края и просит передать дело вновь в Тверской суд Москвы. Адвокаты подчеркивают, что в отличие от уголовного, гражданский процесс не предоставляет право Генеральному прокурору на обращение в суд с подобным ходатайством. Защитники в своём письме к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву напоминают оппозиции судей Конституционного суда России Данилова, Казанцева и Ароновского, заявивших несогласие с изменением принципа территориальной подсудности по имевшему месту уголовному делу. Вот что пишут адвокаты Каратенко, Поликарпов и Шейнин в открытом письме председателю Верховного суда. «Безусловно, мы прежде всего обеспокоены делом своих доверителей. Мы не менее встревожены тем, что складывающаяся в уголовном процессе практика произвольного изменения территориальной подсудности уголовных дел получит дальнейшее распространение в других отраслях процессуального права – гражданском и арбитражном. На наших глазах разрушаются фундаментальные основы процессуального закона. Вместо него нам предлагается усмотрение государственного органа, который притязает получить право ставить под сомнение беспристрастность любых групп судейского сообщества и немотивировано выбирать удобный для себя суд». В завершении открытого письма адвокаты подчеркивают. «Наша страна уже переживала времена, когда экстраординарными обстоятельствами прикрывался произвол, поэтому, какими бы благими не были намерения Генеральной прокуратуры Российской Федерации, мы полагаем, что лучше зависеть не от них, а от закона, и надеемся, что решение Верховного суда Российской Федерации по делу наших доверителей будет обусловлено этими же убеждениями». Напомним, что приговор по делу экс-главы Владивостока в законную силу не вступил. Защита подала апелляцию, и до ее рассмотрения экс-мэр будет находиться в СИЗО «Матросская тишина». Со всеми подробностями о деле можно ознакомиться на официальных страницах экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и Одноклассники. Максим Яковлев, Новости на Восьмом.